какой же красивый цвет у бассейна темно-темно-синий ребят всем привет добро пожаловать на канал с друзьями в америку нахожусь west palm beach это двухэтажный дом 3 bedroom 3 спал на бафрум и два места под гараж еще club room забыл здесь общая площадь 3140 square feet цена данного дома 1 миллион двести сорок пять тысяч долларов ребята west palm beach кто не посмотрел прошлые ролики от этого застройщика зайдите на канал посмотрите там и двухэтажные одноэтажные есть подешевле дома есть и подороже дома west palm beach смотрим эту модель кто только присоединился мне зовут рамал ахмедов я занимаюсь недвижимостью в моей команде есть ипотечные брокеры страховые брокеры риэлторы поэтому кому интересно данные услуги задайте в instagram на все вопросы отвечаю в инстаграме второго бизнес это автобизнес кому нужно локали подобрать без даунпеймента и с даунпейментом как и в кредит так и в лизинг также моя вторая команда занимается отправками автомобилей за границу и еще несколько человек у меня в команде который подбирает машины на аукционе кому интересны такие услуги также все вопросы в инстаграм в инстаграме выходит все быстрее поэтому залетайте подписывайтесь следите за мной в инстаграме на ютюбе выходит чуть позже пока смонтирую пока выложу все не по очереди все миксую поэтому смотрим этот дом знаете что сделать подписаться поставить лайк откомментировать если понравилось поделиться с друзьями кому-то может интересно поехали смотреть дом ну что раз мы начали с бассейн давайте уже бассейн покажу чтобы сюда не возвращаться смотрите здесь у нас бассейн необычной формы такое не знаю цифра 1 если перевернуть вот так вот цифра 1 у этого бассейна здесь у нас небольшой джакузи очень понравилось решение этого бассейна то что темно темно синий цвет такой не такой голубой как привычном бассейне такой темно-синий мне кажется какую-то такой не знаю мощь поддает что ли там бассейн такой щенка вот это бассейн бесконечный но мне короче нравится цветовая гамма этого бассейна и я себе покупал бы себе дом я покупал бы вот таком цветовая гамма себя бассейн как я ранее говорил покупаете дом покупайте себя с бассейном данном случае такая у нас модель бассейна в разных у спланировках разные бассейны поэтому здесь интересно очень необычно красиво есть у нас шезлонги для принятия солнечных ванн разворачивайтесь сегодня сейчас вот сколько у нас декабрь месяц сегодня у нас 28 градусов разворачивайтесь время 2 часа дня и принимайте солнечные ванны отлично здесь у вас стоит значит диванчик такое в теньке можно посидеть попивать венцо а если вы захотели покушать конечно же есть американский классический гриль газовый вот там у нас есть холодильник очень даже все красиво все по-американски как мы любим в американских фильмах видеть это все то что собственно здесь также исполнена такой большой стол на 10 персон просто поставили 6 стулья на самом деле 10-12 человек спокойно могут усесться и конечно такие вот два кресла здесь поставили не знаю для чего можно посидеть по телефону поговорить наверно и наслаждаться собственно флоридской зеленью посмотрите какая она зелень здесь красота красота пальмочки и так идем заходим в дом дом у нас двухэтажный как я и ранее говорил это приблизительно 300 квадратных метров здесь необычная планировка честно сразу скажу и первый этаж удивил и второй этаж удивил как обычно всегда все удивляет меня потому что все по-разному абсолютно все по-разному данном случае давайте вот с зоны телевизор у нас расположен здесь у нас стоят два г-образных дивана таких очень симпатичных белого цвета кто-то пишет мне это непрактично ребята все практично когда у вас есть финансы поверьте мне принять это нужно обязательно если у вас есть финансы поверьте мне это не проблема для вас потом вызвать людей которые почистить вам белые диваны зато смотрите как они эффектно смотрятся тем более в таком доме прекрасно за такие деньги небольшие кстати для вестом меча как видите здесь у нас маленькое окно здесь нас но не в пол конечно двери но тем не менее небольшие света со стороны заднего двора очень много естественного и конечно же вот здесь нас никак не обыграна эта стена просто и решили в таком виде как-то поставить цвет у нас такого видите свет здесь оля потолочины вставили здесь и вот такого может вашей картины повесить я думаю что в данном случае этого модель такая здесь будет просто стена вот просто стена ничего из такого не будет также потолок здесь исполнен немножко по другому как вы видите здесь у нас на весна потолок деревянный спорное решение вас этого не будет сразу горе у вас будет простой потолок и так идем дальше не хочу повторяться и зайдите у меня много роликов просто одно и то же говорить я думаю что если даже человек первый раз смотрит ролик и и не видел его до того как посмотрел другие ролики мои на канале садите я более подробно там объясняю почему у вас это все будет за дополнительные деньги потому что эта модель вот и все просто отвечает а модель а данном случае кухня здесь вообще по-другому у нас расположена если вы обратили внимание здесь у нас г-образная кухня здесь нет у нас острова привычного в двухэтажных домах острова здесь видите г-образная кухня он такой встроенный остров к кухне и собственно здесь самое главное что интересно кухня у нас зонирована получается она не общая зонирована и вот у нас обеденная зона стандартная наша обеденная зона там еще есть гостевая обеденная зона если мы обратим внимание то в данном случае здесь у нас всегда располагалась комната под гостей если кто-то обращает внимание на планировки плюс-минус когда вы уходите здесь у нас кухня и здесь у нас есть стол понимаете планировка кардинально отличается других планировок которые мы видели других моделях Поэтому здесь у нас, видите, стоит холодильник, духовой шкаф и СВЧ-печь. Она у нас зонирована. Вот у нас вход, вот здесь у нас вход. Собственно, здесь у нас уже кухня зонирована, и вы кушаете вот здесь с окном. У нас, получается, два окна с выходом на улицу. Итак, что у нас здесь необычного? Да, в принципе, то, что здесь все зонировано, и так, все обычно. Для меня уже все обычно. Честно скажу, техника стандартная, а-ля Вирпул. Так вот выглядит у нас камерный холодильник. СВЧ-печь, очень большая СВЧ-печь. В Америке вообще все большое. Духовой шкаф, духовой штаб, кстати, здесь у нас, видите, у нас есть штыки, конечно, для того, чтобы температуру проверять. Посудомоечная машина и варочная панель с вытяжкой. Такая вытяжка огромное, необычное решение с фартугом в данной кухне. Видите, здесь у нас такая вот небольшие такие вот вставочки, как это, мозаика, типа аля мозаики. Ну, прикольно сделано. Ну, мне не нравится, знаете, что, вот если меня спросят, почему глянцевая кухня, вот кому-то прям в кайф глянцевая кухня, вот с такими ручками, мне почему-то не нравится. Опять же, сколько людей, столько мнений, я вот вижу так, вы видите по-другому. Но зато кухня смотрится, честно, кухня смотрится как в квартире, не как в доме, а как в квартире, потому что мы привыкли видеть дома двухэтажные, тем более. Когда у нас отдельный Кичин Айлен стоит, остров этот самый кухонный, и здесь он встроенный, как у меня, собственно, все как у меня дома, только у меня квадратура меньше в квартире, вот где я живу. А так, это, собственно, такое решение, спорное решение, но американцы любят, и такие планировки я видел, у нас во вторичке был дом, собственно, с такой же планировкой. Раньше покупали, и сейчас покупают, раз сделали такую модель, по-любому покупают. Итак, вот вторая зона, где у нас обеденная зона, точнее, гостевая зона, где можно поужинать, позвать гостей, здесь она зонирована, здесь небольшое окно такое, видите, ну, тем не менее, светло, потому что здесь поставили, уже понимают, что здесь будет темно, маленькое окно, и поэтому здесь получается 10 потолочного света, еще плюс там потолочный свет, в общем, очень много света влупили для того, чтобы было здесь светло. Хотя, если обратите внимание, вот там у нас есть окно на втором этаже, там как и светло, видите, какой естественный свет там попадает. Здесь у нас, как бы, такая вот зонированная зона на 8 персон, интересно, очень интересно. Здесь не получится, как и в других планировках, допустим, вот такую вот зону переделать в комнату, как некоторые делают, потому что им комнаты важнее, чем вот так вот гостей встречать. Гости уже не важно, главное, чтобы дети были, у детей была своя комната. Итак, идем дальше, здесь у нас гостевой туалет, при входе, вот у нас вход в дом, здесь у нас гостевой туалет, сразу же люди зашли, своя региена, как говорится, здесь только унитаз и раковина. С туалетами, вообще, самозлами, американцы не заморачиваются, вот они стандартные, я имею в виду, в плане техники. Здесь у нас прачечная, большая стиральная, сушильная машина, и, соответственно, здесь у нас мойка, и вот такие вот шкафы, стандартно. А здесь у нас что? А, здесь у нас кладовка, я даже не обратил внимание, здесь у нас еще кладовка под лестницей, кстати, очень классно, под лестницей, смотрите, сколько еще вот места у вас здесь есть. Можете все это, собственно, так же оборудовать, как вам застройщик этот показывает, и сохранять свои вещи. Чемоданы закинетесь сюда, и все, и нормально у вас будет. Ну, что у нас здесь? Здесь еще одно кладовое место, можете свои крема, ой, как пахнет здесь, хорошо. Так, здесь у нас гараж, гараж на две машины, как вы видите, здесь клестрочек у нас открыто оставил гараж, очень хорошо посмотреть. Здесь у нас электрический привод поднятия ворот гаража, так что вы можете с пульта его, собственно, запрограммировать, или приложение у вас будет, можете с приложения взять, открыть и заехать сразу же в гараж к себе домой. Мы запарковались, зашли к себе домой, пошли, помыли руки в гостевом туалете. Вот он, гостевой туалет у нас, помыли руки здесь, и зашли, собственно, в дом. Очень классно, согласитесь, прикольно. Итак, идем дальше. У нас на первом этаже у нас хозяйская спальня, что и есть хорошо. На втором этаже у нас там уже все остальные спальни, детей. Здесь у нас хозяйская спальня, квадратов 20-23, очень большая, с тремя окнами, очень светлая. На задний двор у нас окна. Как вы видите, здесь у нас необычный потолок, тоже гипсокартон все сделаны, свет у нас есть потолочный, и, соответственно, люстра такая вот тоже необычная. Выход у нас очень классный, на бассейн просыпаетесь, смотрите на свое озеро, если вы покупаете дом с озером. Там у нас фонтан идет, в озере импровизировано, такое прикольное. Здесь у нас бассейн красивый, синего цвета. В общем, кайф, благодать, понимаете, ради чего живете, в общем, и за что платите. Как видите, здесь дизайнеры вообще не стали заморачиваться, они просто сделали классическую комнату в белом стиле, просто яркие какие-то у нас картины здесь, и все. Собственно, как, вот, собственно, у вас вот такие вот стены будут, потолок у вас будет тоже простой, без вот этих вот гипсокартоновых вставок. Поэтому вот так вот, мне кажется, очень даже интересно. Опять же, опять же, то кому-то это не нравится. Итак, у нас хозяйская ванная, очень большая, утопленная, самое классное решение, которое мне нравится вообще из планировок. Это вот такая утопленная ванна прикольная. И, конечно же, душевая, стеклянная, классическая, красивая. Такое окно большое, светлое для ванны, это классное окно. И, конечно же, здесь раковина для него и для нее. И вот такое вот зеркало. Кстати, зеркало здесь тоже у нас на пол стены, а не до потолка. Не совсем эффектно смотрится, но тоже прикольно большое зеркало, поверьте мне. Когда ты уже смотришь много вариантов, у тебя уже кажется, почему зеркало не до потолка. Здесь у нас стандартный унитаз отдельно зонированный. И, конечно же, гардеробная, как я в предыдущей модели говорил, гардеробная через санузел, это самое грамотное решение. Потому что в санузле вы все свои, собственно, дела поделали, зашли в гардеробную, оделись и пошли дальше. Вот такая гардеробная для него и для нее совмещенная, поэтому очень даже прикольная. Небольшая, но как бы есть, самое главное, что эта гардеробная большая есть. Дочнее, небольшая есть, вот так скажу. Заговариваюсь, потому что несколько роликов уже снял, поэтому заговариваюсь, ребята. Посмотрите, какое решение здесь сделал застройщик. Точнее, как, короче, здесь, знаете, я даже не знаю, как вам прокомментировать. Пусть это будет киосок, который, короче, пусть оставится на ваших комментариях. Что вы думаете? Посмотрите, как это исполнено. Это квартира, это дом, где исполнено вот такое вот решение. Открываете здесь и продаете здесь шмотки. Ладно, Клапрум. Клапрум у нас с такими двумя окнами, диванами. Небольшой участок здесь в плане зоны, небольшая комната здесь, где можно отдыхать. В отличие от других планировок, но тем не менее, здесь вот так вот решение принято. Опять же, вот учитывая такой дизайн, скажем так, ставни, которые открываются в супермаркеты или там маркеты, здесь вот тоже такое же решение наверху. Посмотрите. Интересное, конечно, такого я точно не видел никогда вот в таком вот исполненном виде, типа ангара. Ну, я так это вижу, не знаю, напишите вы, Кока-Кола. В общем, везде Кока-Кола здесь, очень интересно сделано. Все под классику, старые такие а-ля портреты Кока-Колы. Видите, как здесь под старину все сделано. Хотя это все на самом деле новенькое. Итак, что хочу дальше. Здесь у нас есть винный шкаф на втором этаже, где можно положить и напитки прохладительные, и, собственно, вино положить. И, конечно же, есть еще раковина, где можно, если что, помыть бокалы. Следующая комната у нас. Комната тоже необычно сделана. Сейчас вам покажу. Значит, тут у нас все в дереве. Вы понимаете, да, стиль внизу был просто классический белый дом, первый этап был. А здесь у нас застрочек говорит, да что это будет белое, давайте мы сейчас маханем. Здесь у нас два небольших окна, где будет спать, ну, судя по всему, принцесса. Потому что у нее здесь такой есть выступ, опять же, непонятное решение для меня. Ну, вот здесь у вас застрочек и так, это вот такая ступенька, где вы поднимаетесь и ложитесь спать. Ну, понятно, что в вашем стиле это ничего не будет. Понятно, что у вас классический будет, классическая комната белая, и все. Здесь уже просто, если вы хотите, так же можете заказать такой же дизайн. На ваше усмотрение, комментарии напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого дизайна. Я здесь без комментариев обойдусь, ладно? Итак, идем дальше. Здесь у нас ванная, точнее душевая, а не ванная. И, собственно, унитаз с раковиной. Да, просто я обратил внимание, что здесь очень маленькое зеркало, такое удивительно, потому что всегда большие зеркала. Конечно же, у нас есть гардеробная, большая гардеробная, отличная большая гардеробная, красивого цвета. Вот такое решение с деревом, я и говорил до этого, очень классное. Вот другие, посмотрите, модели, там были другие решения. Здесь же у нас еще есть одна комната, это, получается, четвертая комната, или третья, третья комната. Да, третья, да, третья комната. Здесь у нас санузел, душевая, классическая, большая, красивая душевая, унитаз и раковина с зеркалом. Собственно, вот комната тоже, здесь мальчик будет жить диджей, по нему прям по картинкам понятно, что это диджей, здесь мальчик живет. И вот такой у него дизайн в комнате, собственно, наверное, это правильный дизайн для мальчика, подростка. Я бы, наверное, тоже захотел бы такую комнату в своем возрасте, там, не знаю, 12-13 лет, вот такую комнату отдельную. Классно, классно. В Америке все возможно, главное, зависит все от ваших родителей. Дети, если смотрят меня, чьи-то, все зависит от ваших родителей. Вот такой вот дизайн, около кровати, наверх у них тут, видите, вставки такие деревянные, необычные, конечно. Два окна, небольших окна, ну, собственно, главное, что они есть, и эти два окна выходят у нас на соседский дом и на заднюю часть двора. Вы все равно в любом случае видите какую-то воду, вот там, на данном случае у нас фонтан, это в озерке в этом. Вы, у вас в любом случае какой-то есть вид. Здесь у вас тоже соседский дом и, конечно, зелень. Зелень у нас, конечно, прям глаза радуются зелени. И, конечно же, у нас здесь есть санузел и гардеробная. Гардеробная здесь, я хочу сказать, что для мальчика очень большая, в отличие от других планировок здесь гардеробные, что для девочки, что для мальчика одинаковые. Большие гардеробные. И, конечно же, санузел вот такой. А, это санузел тут, который я показывал. Просто получается, я только думаю, ничего себе, два санузла. Получается, дверь здесь закрывается, с той стороны вы можете зайти, и с этой стороны вы можете зайти. У вас есть вот такая вот дверь-купе. Представляете, я чуть не обратил внимания. Вот так. Собственно, все. Вот так у нас дом. Сейчас спускаюсь вниз, делюсь своими впечатлениями. Что я хочу сказать по этой планировке вообще в целом. Понятно, что классно, что есть много вариантов планировок. Классно, что у вас есть выбор. И для этого есть эти модели, где вы можете выбрать свою планировку. Очень спорное решение, потому что, как вы видите, здесь позади меня на первом этаже все классически белое, красивый бассейн. На второй этаж поднимаешь, думаешь, боже мой, как можно было такое придумать. Как видите, придумали. И что мне не понравилось, это, конечно же, не понравилась такая вот все-таки кухня. Не совсем, давайте я буду как раз таки на кухне остановлюсь. Не совсем мне нравится в доме это. Вот я хотел бы, чтобы в доме была кухня, как и в предыдущих моделях. Чтобы в доме была кухня, где ты, у тебя отдельный остров. Здесь в данном случае, как у меня в квартире, мне все-таки не хочется жить в квартире, живя в доме, как жить в квартире. Мне хочется, чтобы был остров отдельно, если уж покупать дом. Чтобы у вас чувствовалась атмосфера дома. Потому что вы все-таки в доме живете. И отдельный остров это то, что вот, собственно, от чего, собственно, я получаю удовольствие, когда я приезжаю, вот такие вот модели смотрю и визуализирую в своей голове, какой бы я дом себе хотел бы. Здесь отдельная кухня, отдельная зона. Здесь у нас отдельно стоит обеденная зона, повседневная. Поэтому спорное решение, спорное решение в плане планировки тоже классно. То, что здесь мастер-бейдер на первом этаже, это очень классно. И не всегда мастер-бейдер на первом этаже. Бывает, что он на втором этаже у некоторых застройщиков. Здесь стандартно все как полагается. Родители внизу, дети наверху. Поэтому решение, конечно, такое спорное. Но, опять же, я еще раз говорю, выбор всегда за вами. Вы приходите, выбираете, у вас есть несколько моделей по своему бюджету и смотрите. Вопрос всегда стоит в том, где вы хотите купить дом. Насколько, вот некоторые говорят, я за миллион долларов куплю себе квартиру на первой линии. Там в Холланде или в Сани Айлендс и еще что-то. На первой линии вы не купите за миллион. А если купите, это будет старое. Если мы говорим, сравним. Потому что у меня некоторые клиенты говорят, а давайте рассмотрим не дом, а квартиру. Нужно понимать, для чего покупать этот дом. Какая цель покупки дома, какая цель покупки квартиры. Когда вы покупаете что-то вообще в Майами, у вас должна быть цель. Если у вас нет цели, вы просто как инвестиции смотрите, то, конечно, нужно рассматривать локацию. Если мы говорим про аренду, в данном случае, вот в Эспамбиче, здесь есть некоторые комьюнити, которые очень хорошо сдаются военную, потому что у них есть очень классная инфраструктура и клабхаус. Это в принципе, в Эспамбиче все комьюнити очень хорошо сдаются, потому что они с большой инфраструктурой. Вопрос всегда стоит цены. Если вы покупаете дом за 2 миллиона как инвестиции, и хотите его сдавать за какую-то определенную иную сумму постоянно, то нужно понимать, насколько у вас будет возврат инвестиций. Нужно все это считать. И, конечно же, когда стоит вопрос инвестиций, желательно, конечно, обращаться к специалистам. В моей команде есть как ипотечные брокеры, так и риэлторы с большим, огромным опытом в недвижимости, в Майами в частности. Я работаю только с профессионалами. И большое спасибо ребятам, что они оправдывают свое, мое доверие к ним, и я и оправдываю свое доверие к ним. Поэтому я как человек, который тоже давно в недвижимости, и человек, который очень любит недвижимость и автомобили, это второй мой бизнес, об этом чуть попозже скажу, то я вам честно скажу, что West Palm Beach, как и, собственно, Бокаратон, такие классные районы, где ты действительно можешь купить очень хорошую ликвидную недвижимость, в долгую посидеть, подождать, и потом ее продать и заработать нормальные деньги. Опять же, все зависит от вашей цели. Поэтому так вот, ребят, мой второй бизнес, я, как я и ранее всегда говорил, это автомобильный бизнес. Кому интересно это, обращайтесь, подберем вам автомобиль и в кредиты в лизинг, и также можем отправить автомобиль за границу. Такие услуги, по всем вопросам обращайтесь к моему инстаграм. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Есть еще несколько моделей, которые я хочу снять, очень интересные, поду снимать сейчас их еще. Буду благодарен, если поставить этому видео лайк. Подпишитесь на канал, вам ничего это не стоит. Если вам что-то не понравится, всегда можете отписаться. И, конечно же, напишите комментарий. Ваше мнение всегда мне интересно. Ребята, если понравилось, поделитесь с друзьями. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.